Основная масса, они как бы аполитичные, они говорят, мы не политики, они даже не понимают, что это невозможно. То есть человек родился, он уже в политике. Но после того, как, собственно, произошла эта интервенция, наступит какой-то короткий, относительно короткий период, когда те самые миллионы, которые сейчас пассивны, они осознают, что это им не нравится, оккупация им не нравится. И из этих миллионов какая-то часть отвалится и начнет становиться активной. Количество политизированных людей станет во много раз больше, это факт. И поэтому в этом смысле потенциал сопротивления, я считаю, что будет резко нарастать. Потому что, как Андрей сказал, если человек воспринимает или те, кто у власти, что они предатели нации, то это опять же начнет консолидировать серьезный слой людей, которые не захотят, чтобы это продолжалось. Это раз. Во-вторых, я считаю, потенциал сопротивления сейчас будет расти уже в результате того, что сам Казахстан станет уже прямым субъектом его политики. Если он раньше балансировал и был для Путина, в принципе, терпимый, я думаю, что Путин его не любит, потому что он все равно вертелся, крутился, как Лукашенко. Он его терпел. И для Китая он был хорош, и для Запада вроде, и для Америки был хорош, потому что он говорил, ну, типа, вот я же с вами работаю, вот здесь Шеврон работает, вот здесь Тиксака, с Францией, со всеми. А тут наступила ситуация, что все, маски сорваны, это уже страна, как и Лукашенко, как Беларусь, она фактически в прямой орбите Лукашенко, ой, извините, Путина. То есть фактически сейчас наступает ситуация, что Казахстан и как Беларусь уже в сфере геополитики, геоинтересов многих стран мира, и как Украина, та же самая ситуация, и теперь все эти крупные страны, они будут вынуждены в это вовлекаться, потому что сейчас будет дестабилизация. И это будет не Афганистан, там будет дестабилизация очень серьезная. То есть она ударит и по Беларуси, и по самой России. Ну вот сейчас Эхо Москвы я видел, делали опросы, как это повлияет на события в Казахстане, как повлияет на Россию, будут ли такие же события происходить в России. И там на моих глазах там счетчик рос до 40 с чем-то процентом. Я считаю, что события, например, в Беларуси повлияли на всех, в том числе и на Казахстан. Более того, мы сразу качество примера показывали. Вот смотрите, белорусы молодцы, они могут. Да, они сейчас проиграли, но они вывели людей, сотни тысяч, и Лукашенко рыдал, плакал, на коленях чуть ли не стоял. Видите, вы можете. И в этом смысле я считаю, что потенциал сопротивления большой, потому что люди, на самом деле, если посмотреть, чего добились. Правительство ушло в отставку, Назарбаев куда-то пропал, памятник свалили и ничего. До сих пор люди стоят на улицах и ничего. Да, там битвы произошли в Алма-Ате, но главные люди поняли, что когда они объединяются, оказывается, можно добиваться. И цены на газ неожиданно упали, куда народ сказал. И сейчас, даже если будет временное затишье на какой-то короткий период, как бы не то, что успокоит, но силы запугают людей. Но это ненадолго. Так и я считаю, в Беларуси то же самое. В революции уже произошла. В революции сознания людей произошла. Вопрос теперь, чтобы это сознание поднялось на следующий уровень. Сделали белорусы еще один шаг. Я уверен, что белорусы свалят. И это будет в обозримом ближайшем будущем. Репрессии не помогут. На штыках долго не усидят. В Казахстане та же самая ситуация. В Казахстане ситуация, я даже скажу, лучше, чем в Беларуси. Потому что в Беларуси был один батька, его валили-валили, вроде бы не свалили. Так у нас же пропал же Назарбаев. Памятники свалили, провести ушло. Масса всяких побед. Ну и что называется, осталось сделать последний шаг. Но тут вмешался Путин. Ну, теперь, значит, будет борьба. Мы призвали к освободительной борьбе, за реальную борьбу за независимость, которая в 91-м году всем упала сверху, без войны. А независимость, к сожалению, не дается бесплатно. За нее надо платить. За нее надо биться и бороться. Вот сейчас наступила та самая ситуация, когда, я уверен, теперь люди через какое-то короткое время осознают, что за независимость надо биться. И она будет просто окрашена еще цветом освободительной борьбы. Потому что, ну, мы уже 30 лет живем как автономно, как независимый государство, пусть даже под диктатором. Сознание людей поменялось. И Путин ошибается, что он туда пришел, и все построились. Советский Союз построить невозможно. Люди стали другие, будет борьба. Поэтому эти ресурсы, включая в связи с тем, что Запад будет вынужден вовлечься, потому что дестабилизация начнется, я думаю, что ресурсы серьезные в этой ситуации.